Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Левышева. Без тормозов в Днепре неуправляемый грузовик разнес 14 автомобилей. Есть жертвы. С пистолетом на сессию. Кто и в кого стрелял на заседании горсовета в Никополе. Хлебное дело. В Черновцах арестовали заммэра и руководителей одной из госкомпаний. За что? Масштабная авария в Днепре. Один человек погиб и еще трое получили травмы. 14 машин превратились в груду металла. Таковы последствия отказа тормозов у фуры. Водитель не смог справиться с управлением. Все подробности с места события расскажет Елена Миндалюк. Видеокамер наблюдения, на котором зафиксирован момент ужасной аварии, появилась в сети чуть меньше, чем через час после ДТП. Фура спускается по улице Космической, но перед перекрестком не тормозит. На скорости сносит бусик. Тот улетает в столб. Одновременно задевает Митсубиси. Водитель буса погиб на месте. А вот Юрия Чабанук повезло. За пару секунд после аварии он вышел из машины. Что произошло, понял не сразу. Там стояли машины на светофоре. И он их объезжал. А здесь уже он не справился просто с рулевым управлением. Он же не смог вывернуть. А здесь стоял я. А та машина, я не понял, как оказалось. Она или за мной стояла, а вот та разбитая. Я не знаю. И он меня вот это вот ударил. После этого фура вылетает на парковку возле супермаркета. Машины, оказавшиеся на ее пути, разлетаются в разные стороны, как кегли. Грузовик остановился, только врезавшись в бетонные плиты. Когда он уже спрыгивал от АТБ, скорость была километров 60. Когда он спрыгивал, я уже тогда отскочил. Не было скрежета, просто разлетались машины. Тормоза уже не было. Поэтому был сильный удар уже здесь, где плиты. За считанные секунды неуправляемая фура унесла жизнь одного человека. Еще трое получили травмы. Среди них и сам водитель грузовика. Его доставили в больницу. Говорит журналистами, мужчина отказывается. Прибывшие на место спасатели сразу же залили разбитые машины пеной. Опасность в том, что 12 автомобилей все с различным видом топлива. То есть есть и дизель топлива, бензин и газ в том числе. То есть при такой температуре малейшая искра при выполнении аварийно-спасательных работ может произойти к дальнейшему возгоранию всех автомобилей. В результате аварии 14 автомобилей превратились в металлолом. И хозяевам повезло. В момент ДТП они были в супермаркете. Дым такой. Или пыль, или дым что-то. И машина выскочила. Машины вызвали. По предварительной информации правоохранителей, у грузовика отказали тормоза. Водитель груженого транспорта пытался маневрировать, избежать столкновения. У него этого не удалось. Возможно, повторяю, возможно, отказали тормоза. Фура перевозила металлические трубы. Была перегружена на 7 тонн. Почему водитель не смог затормозить? Из-за перевеса или технической несправности, выясняют следователи. Тест на содержание алкоголя в крови уже провели. По предварительным данным, водитель был трезвым. Сегодня ему исполнилось 62 года. Елена Мадалюк, Евгений Коднецов. Подробности, телеканал Интер. Днепр. Жителям Балаклея ничего не угрожает. Пожар на территории воинской части, где хранятся боеприпасы, удалось погасить. Взрывы прекратились. А вот почему вчера там снова рвались снаряды, разбиралась Ирина Баглай. Пожар локализовали. Взрывы прекратились. Еще утром на территории 65-го ракетно-артиллерийского арсенала в Балаклее военные спасатели тушили огонь. С неба противопожарной авиации, наземной из танков и автомобилей. В Минобороны уверяют, мирным жителям ничего не угрожает. Официальных версий возгорания несколько. Территория, где вспыхнул огонь, техническая, подчеркивают в Минобороны. Там нет складов с боеприпасами. Большую часть после взрывов прошлой весной разминировали. Осталось 30%, где и произошло ЧП. Противопожарный танк, как рассказали военные, двигался для разминирования по маршруту, где не должно быть взрывоопасных веществ. Маршруты по технической территории были еще прокладены в 2017 году. И на сегодняшний день, скажем так, маршруты зачищены. Населенные пункты, расположенные поблизости со складами с боеприпасами, главная проблема, говорят военные. И глобально ее решить нереально. Нужно либо отселить людей, либо построить максимально далеко от городов и сел новые арсеналы. Чтобы обезопасить людей в этом году, на модернизацию складов выделено полмиллиарда гривен. Этот финансовый ресурс распределян в первую очередь для будивництва заглибленных обсыпных сховищ для безопасного сберегания боезапаса. В этом году сплановано побудовать 15 таких обсыпных сховищ на трех наибольших арсеналах. Кроме того, большую часть боеприпасов со складов Балаклеи вывезли во временные места хранения. Ирина Баглая, Максим Чеблин. Подробности. Телеканал Интер. Члены нескольких ультраправых организаций национального корпуса EC14 принудительно доставили в СБУ бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги, который воевал на стороне боевиков на Донбассе. Напомню, в прошлом году боевика так называемых ДНР, ЛНР приговорили к 13 годам лишения свободы. В суде он признал свою вину, но позднее его отпустили из-за нарушений при вынесении приговора. Поймали его националисты прямо возле посольства Бразилии. Как бы там ни было, у бразильца на руках приговор апелляционного суда Киева, который вынес этот одиозный вердикт о его освобождении. И действия националистов похожи на самосуд. В СБУ же с Лусварги пообещали разобраться, чем он занимается в Киеве, что делал на Донбассе. На вопрос журналистов, есть ли правовые основания для задержания бразильца, в СБУ ответили, что был приговор и пока невозможно прогнозировать процессуальные решения. А в Каменском радикалы сорвали концерт артистов, которые играли в легендарном фильме «В бой идут одни старики». Неизвестные якобы заминировали дворец культуры, на место прибыли взрывотехники. Ничего опасного не нашли, но ни актеров, ни зрителей в зал не пустили. Тогда артисты провели мероприятие прямо на улице. Подобные концерты прошли накануне Дня Победы в десятках городов при поддержке оппозиционного блока. До этого националисты пытались сорвать их встречу с представителями и с горожанами. Отключили свет в здании, но люди не разошлись. Мальчик педешевый, кажу, театр заминированный. Пригласили и организации ветеранов, и жители города. Люди пришли, оказывается, заминировали и дворец культуры, и другие залы, где мог пройти этот концерт. Я не знаю, зачем они это делают. Если это делает власть, то я обращаюсь к вам, ну что вы издеваетесь над людьми. Это не агитационное, не политическое мероприятие. Если это сделали радикалы, с которыми власть не справляется, значит, эта власть должна уйти. Не прекращаются обстрелы на Донбассе. За минувшие сутки боевики открывали огонь 55 раз. Били из запрещенных минском минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Большинство обстрелов пришлось на донецкое направление. Игорь Левинов, Левинок, расскажет все подробности. И это только сегодня на рассвете. Морские пехотинцы на передовой под Мариуполем рассказывают, война продолжается как по графику. С наступлением сумерек со стороны врага начинаются выходы. На армейском сленге «обстрел», когда бойцы слышат выстрелы противника и сами берутся за оружие. И что только сюда не прилетало, морпехи собрали уже целую коллекцию смертоносного железа. Несмотря на мирные соглашения, оккупанты продолжают применять весь имеющийся арсенал. Поле вокруг уже перепахано снарядами. Вот это все собрано за период, когда было перемирие в Великодне. Там ПТУРИ, СПГ, БЕХА, ГРАДИ. Вот это все они нас так витали. Морпехи хорошо окопались, но и земля не всегда спасают, когда вражеские осколки сыпятся прямо с неба. Противник часто применяет разрывные заряды. От вражеских обстрелов страдает и мирное население. Кононаду нередко слышно даже в Мариуполе. Кроме вооруженных провокаций, противник прибегает еще и к информационным. На днях боевики распространяли лож, что украинским морпехам нечем воевать. Сектор М не перевозит боеприпасы. Голосом через рот говорим, что сектор М уже полтора года, как не существует, это по-перше. По-друге, командование нашей военно-численной полностью упоминает, что мы обеспечены материально и технично готовы дать отсечку окупану. Нет, у нас нормально. Но надо будет в ломке. Из Приазовья Игорь Левенок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Совбез ООН готовится обсудить ситуацию на востоке Украины уже 29 мая. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины. Инициативу поддержала и постпред Польши при ООН Джанна Вранецка. В последний раз ситуация на Донбассе была темой заседания в феврале 2017 года. Поэтому, по словам Вранецки, необходимо снова вернуться к вопросу конфликта и найти пути его урегулирования. Кто из секретариата ООН выступит с докладом, пока неизвестно. Иран под прессом. Израиль и США продолжают оказывать на страну сильнейшее давление. Они требуют отказаться от разработок ядерного оружия. Накануне, я напомню, израильтяне опубликовали данные секретного иранского архива, который их разведка похитила прямо из Тегерана. Все подробности знает Сергей Ослендер. Наступление на Иран идет сразу по нескольким фронтам. Американский суд присудил семьям жертв терактов 11 сентября миллиард долларов компенсации. Который должен выплатить Тегеран. При этом спецкомиссия по расследованию теракта не нашла прямых доказательств причастности иранских властей к трагедии. Однако суд Нью-Йорка учел при вынесении решения выводы о том, что Иран якобы передавал материальную помощь Аль-Каиде. Когда было выгодно геополитически требовать вот эти компенсации от Саудовской Аравии, то Соединенные Штаты требовали Саудовской Аравии. Теперь, когда изменилась геополитическая ситуация и Саудовская Аравия является лучшим другом Соединенных Штатов после Израиля, то вот поэтому у нас появилась вот эта вот иранская связка, которой не было раньше. Аналитики всего мира только и обсуждают, что же сейчас будет после громкого заявления израильского руководства об иранской ядерной программе. Никто не сомневается, что это был самый впечатляющий успех МОСАДА за всю его историю. Теперь вопрос, как этот успех будет использован. Оппозиция уже обвинила премьера в том, что тот с излишней театральностью раскрыл деятельность израильской разведывательной сети в Иране. Это одна точка зрения. Другая заключается в том, что добытые материалы ничего бы не стоили, если бы их по-прежнему держали в секрете. Весь смысл этой операции как раз и заключался в том, считают аналитики, чтобы поймать Тегеран с поличным. Для публикации материалов момент был выбран просто идеальный. В Белом доме как раз решают, что делать с иранской сделкой, а тут такой козырь. Многие эксперты полагают, что документы были добыты уже достаточно давно, но их берегли как раз для такого случая. 12 мая президент Трамп примет решение, что делать с иранским договором. Советник по национальной безопасности Болтон сказал, что президент еще не сделал свой выбор, но мои источники в израильской администрации и разведке утверждают, что решение уже принято. Иран всячески отрицает, что продолжает ядерную программу, точнее ее военный компонент. В Тегеране говорят, что израильская сенсация как раз и доказывает, что Исламская республика придерживается пунктов договора. Похищенные документы были не в работе, а на складе. Мы не будем никому доверять нашу безопасность, а также не будем пересматривать или дополнять сделку, условия которой добросовестно выполняем. В любом случае судьба иранской сделки должна решиться 12 мая. Как она повлияет на события в регионе, можно лишь гадать, но совершенно очевидно. Если договор расторгнут, ничто уже не помешает Ирану продолжать свою ядерную программу. Эксперты говорят, учитывая сведения, добытые Израилем, для получения Тегераном бомбы ему понадобится один год. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Увеличить выплаты пенсионерам и ветеранам призывают в аппозиционном блоке. Для обсуждения этой проблемы собрали целый круглый стол в конференц-зале парламента. Все подробности этого заседания в нашем материале. Ветераны должны настоять и вернуть наш праздник победы. День поливенца, дебильный, 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 дебильный. Пока в рабочем зале Верховной Рады пусто, в конференц-зале бурные обсуждения. Собрались члены ветеранских организаций, участники Великой Отечественной и нардепы. Главная тема заседания – социальная защита ветеранов. По словам активистов, сейчас мало кто вспоминает героев тех времен. Из 6,5 миллионов наших соотечественников на фронтах, 2,5 миллиона были награждены правительственными наградами. Нам есть кем гордиться. Но по мнению оппозиции, власть не замечает проблем ветеранов и меняет приоритеты вместе с историей страны. Сегодня мы слышим о декоммунизации, мы слышим о переименовании улиц, памятников, мы слышим о переименовании и переписывании наглой, циничной истории. Первое. Нет попыткам переписать историю, нет попыткам преуменьшить подвиг народов в Великой Отечественной войне. Это мы все видели на то, что творилось на памятнике Ватутина меньше, чем месяц назад. И поддержать ветеранов, поддержать чернобыльцев, поддержать всех, кто помогал стране в сложное время и очень нуждается в том, чтобы страна помола им. А вот помощи ветеранам как раз и не хватает. Пенсия маленькая, а после введения монетизации льгот на проезд пенсионеры не смогут пользоваться общественным транспортом. Три транспорта и обратно три. Это шесть талонов. Я использую. А дальше, а завтра мне надо по другому врачу и так далее. У нас никогда не сделают так, как положено ветеранам. И очень много вопросов, которые поднимают люди, и они остаются за пределами внимания сегодняшней власти. Мы об этом говорили открыто, но мы будем настойчиво добиваться этого. Мы видим, насколько блокируются все социальные законы, все социальные инициативы, которые помогают пенсионерам, которые должны помочь пенсионерам выжить в это сложное время. Такая ситуация из-за неправильной политики власти, уверяют в оппозиционном блоке. Ведь сегодняшние реформы лишь усугубляют ситуацию. И все так называемые псевдореформы, они привели, это и пенсионная, и медицинская, так называемая, они привели к тому, что люди живут все хуже и хуже. При смене власти эта политика будет изменена и морально, и материально. Мы поддержим ветеранов и пенсионеров. После встречи ветераны и нардепы почтили память погибших в Великой Отечественной и возложили цветы к Мемориалу Вечной Славы. А потом, как символ мира, запустили в небо голубей. Три, два, один, старт! Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. Число украинцев, получающих субсидию, может сократиться. По новым правилам не смогут претендовать на компенсацию владельцы автомобилей, выпущенных менее пяти лет назад. Оплачивать коммуналку самостоятельно будут также собственники элитных квартир площадью от 120 квадратных метров и домов более 200 метров. А гастарбайтерам придется предоставить справку о доходах. Мы вводим новые правила, новые порядки, чтобы эта система была адресной. Чтобы эта программа не работала на тех, кто имеет доходы, а кто имеет способность ховаться от органов податковых, ховаться доходы или приховано работать. И мы не ставим вопрос, чтобы обязательно сократить на такой-то процент, на такую-то кількість. Мы хотим, чтобы эти субсидии получили те, кто реально в них имеет потребность. Стрельба на сессии гурсовета в Никополе. Все произошло во время заседания депутатов. Конфликт разгорелся прямо в самом начале. В момент, когда принимали повестку дня, к трибуне подошла группа активистов. Они зачитали обращение с призывом сменить власть. Мэр объявил перерыв, он попытался выйти, но был заблокирован. Завязалась драка, городского голову облили зеленкой, депутату Александру Рыбакову надели на голову пакет из-под кефира. После этого раздались два выстрела. Стрелял Рыбаков, стрелял из пистолета. Никто, к счастью, не пострадал. У нас был конфликт между группой депутатов и представителями общественной организации. В результате чего мы имеем два криминальные проведения. Статья 293, она предпочитает покарание до шести месяцев ареста. А статья 296, четвертая частина, она более суровая. Она предпочитает покарание уже от трех до семи лет позбавления воли. Хлебное место. В Черновцах на взятке поймали заместителя мэра, а также руководителей госпредприятия «Хлеб Украины». Кто и за что брал деньги, разбиралась Ольга Паломарек. Новость о спецоперации появилась примерно в полдень. Журналисты одного из местных телеканалов увидели, как из ратуши выходит заместитель мэра в сопровождении группы правоохранителей. Пожалуйста, не снимайте, не снимайте, пожалуйста. Вы сотрудники оперативные, вы снимаете. Мы сотрудники не снимаем, мы снимаем АПК. Чиновник садится в микроавтобус и уезжает. Позже на официальной странице СБУ появилась информация. Зам мэра поймали на взятке. Якобы он вместе с руководителями госпредприятия «Хлеб Украины» организовали целую коррупционную схему. Требовали 100 тысяч гривен в месяц у местного предпринимателя за аренду части склада. Первый износ взяточники уже успели получить, а вот во время передачи второго, 100-тысячного транша, их и задержали. О каких именно складах речь идет неизвестно. Ворота предприятия на замке охранники немногословны. Хотелось бы поговорить с коммунальными вопросами. Ну, да. Хорошо. Идай кто-то до нас. Нет, я. А вот мэр, произошедшим, мягко говоря, удивлен. Мол, тот действительно занимался коммунальными вопросами. Но к складским помещениям Черновицкого отделения компании «Хлеб Украины» никакого отношения не имел. Тут тяжело что-то пояснивать или оправдоваться. Ну, повторюсь еще раз. Это не имеет никакого отношения до... Ну, по тех данных, что у меня нет никакого отношения до нашей работы. Поэтому, а что у человека в голове, поверьте, никто никогда не залезет. Ни полиграфом, ни ничего, ни ничего. А что за помещения? Не очевидно, что цитация. За годину знаю. Известно также, что обыски по данному делу сегодня прошли и в Киеве. Якобы в доле были и руководители центрального отделения компании «Хлеб Украины». Другие подробности правоохранители не разглашают. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал «Интер». Черновцы. Обыски сегодня прошли и в Запорожье. Здесь трусили силовиков. Оперативники СБУ пришли в несколько райотделов полиции и прокуратуры. Что искали, попытался выяснить Сергей Бородюжа. Обыски были сразу в четырех райотделах полиции. Коммунаровском, Днепровском, Шевченковском и Вознесеновском. Приходили правоохранители и в несколько местных прокуратур. Известно, что работали сотрудники СБУ и Департамент внутренней безопасности нацполиции. С чем были связаны обыски, мы пытались выяснить на месте. Я неуполномочен, честно говорить. Есть начальник райотдела. Есть пресс-центр. Пожалуйста. Что искали? Не могу общаться с вами по этому поводу. Обратитесь в дежурную часть. Что искали правоохранители в дежурной части, тоже ответить не смогли. Мол, за день у них много народу бывает. Обращайтесь все в пресс-службу МВД. То есть это Матросова 29. Они все к вам прокомментируют все, что происходило. Ну, начальник выйдет? Нет, может быть. Начальник в прокуратуре. Но и в областном главке нацполиции, и в прокуратуре комментируют что-либо отказались. Молчат и в СБУ. Известно ли, что сотрудников полиции заподозрили фальсификации уголовных производств? Это когда нераскрытое преступление вешают на других подозреваемых. Совпадение или нет, но буквально вчера в области представили нового начальника нацполиции. Вместо днепропетровца Олега Золотоноши главк возглавил выходец из Луганска Сергей Комиссаров. Мы увидим те напротивления, которые есть в Запорожьей области. И я очень уверен, что менять тут ничего не нужно. Будут ли перемены в работе запорожской полиции или нет, станет ясно позже, когда СБУ прокуратура обнародует результаты столь масштабных обысков. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности. Телеканал Интер. Запорожье. В Национальном антикоррупционном бюро заявляют об открытии уголовного производства против народного депутата Вадима Рабиновича. Речь идет о незаконном обогащении. Тем временем, НАПК уже начала полную проверку его декларации за 2017 год. В чем именно подозревают депутата и чем это может ему грозить, подробнее в материале. За вранье придется ответить. Национальное антикоррупционное бюро занялось одиозным нардепом Вадимом Рабиновичем. Правоохранители открыли против лидера партии «За життя» уголовное дело за незаконное обогащение в особо крупных масштабах и ложные данные в декларации. Вот документы. Это уже четвертое уголовное дело против лидера партии «За життя». Напомню, общественные активисты, журналисты и депутаты уже не раз заявляли о сокрытии Рабиновичем своих реальных доходов и расходов. В частности, он забыл указать, что арендует вот эту виллу под Киевом за 10 тысяч долларов в месяц. Или задекларировать свой отдых на одном из самых дорогих израильских курортов Герцлия в прошлом сентябре в разгар парламентской сессии. И новогодний отдых в Сингапуре и Таиланде на яхте, который обошелся ему в миллион гривен. Уже в этом году лидер партии «За життя», называющий себя нищим, оказался посреди очередного громкого скандала, когда выяснилось, что в феврале он летал в Женеву на частном самолете, заплатив за перелет туда и обратно полтора миллиона гривен. Где и у кого взял деньги, теперь выяснят правоохранители. На ПК уже начало полную проверку декларации депутата за 2017 год. К сожалению, многие из тех, кто стремятся сегодня попасть в новый украинский парламент следующего созыва, это мультимиллионеры и мультимирардеры. К сожалению, эти люди сегодня скрывают свои настоящие доходы. Иконой такого политического цинизма является Вадим Рабинович и вся его компашка, которую он называет якобы партией «За життя». Мы обратились в НАЗК, НАБУ, СААП с тем, чтобы они расследовали результаты наших исследований, нарушений, которые он допускает, не декларируя свои замки, свои самолеты. Я хочу, чтобы лично президент, премьер-министр, первые лица силовиков взяли под контроль эту ситуацию и расследовали, вывели на чистую воду этого далеко не чистого и далеко не украинского политика. СМИ уже писали о том, что финансирует Вадима Рабиновича и его партию «За життя» российский бизнесмен Павел Фукс, с которым они и летали в Женеву. Последние годы Фукс активно помогает Виктору Януковичу спасать свои активы. В частности, выкупил из Сбербанка его ценные бумаги. Также пытался купить в Украине Проминвестбанк. Однако не получил разрешение НБУ, так как не смог объяснить происхождение средств. От Фукса Рабинович получил как минимум 22,5 миллиона гривен. Украинский нардеп оформил их на жену, якобы как задаток за продажу их земли, по цене в 10 раз выше рыночной. Деньги перечислены, однако сделка так и не состоялась. А вот и сама земля в Иванкове под Киевом. Эта махинация далеко не единственная в послужном списке Рабиновича. Еще в апреле в НАПК нашли признаки коррупции в его декларации за 2015 год. Он указал, что частично владеет компанией Ньюснетворк. Однако, как показала проверка, владел ей полностью. Что еще забыл задекларировать Рабинович и за какие услуги получил миллионы, теперь выяснят правоохранители. Эти факты могут стоить ему не только депутатского мандата, но и вылиться в вполне реальный тюремный срок. Как заявляют нардепы, уже этой осенью ГПУ готовится подать представление в Верховную Раду о снятии с Вадима Рабиновича депутатской неприкосновенности. Тогда же депутата могут лишить и украинского гражданства. Ведь, как известно, Рабинович также является гражданином Израиля. Александр Горовой, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Украина обновила и расширила антироссийский санкционный список. В документ внесли также бенефициаров крупнейших компаний-изготовителей минеральных удобрений. Андрей Мельниченко, Вячеслава Маше, Андрея Гурьева и Дмитрия Мазепина. Теперь, после принятия списка Советом нацбезопасности, его должны согласовать с Кабинетом министров. Если правительство одобрит все фамилии, то нелегальные поставки минонабрений из России прекратятся. Напомню, нардепы уже не первый год добиваются введения эмбарго на ввоз удобрений из России и полного возобновления работы украинских химпедприятий. И утверждают, что проследят, чтобы из списка, который сейчас в Кабине, не исчезло ни одно имя. Вчера все-таки РНБО пакет санкций ввело против российских олигархов и против российских предприятий. За мою информацией, так же было введено и о производителях в химическом галузе российской. Но сейчас интересная ситуация. Кабинет министров должен подтвердить этот список. В прошлом году большее предприятий из химической галузи, при том, что российские минеральные добрые украинские агрессоры шли то вообще без антидемпинговых мит, то когда восстановляется антидемпинговый мит, то под выглядом суммешей контрабанды. В последний раз украинской владе все сложнее и сложнее пояснивать нашим западным партнерам, почему Украина требует от Соединенных Штатов, от европейских стран все жестче санкций по отношению к России, а сама увеличивает товарообьк с Россией. Многие политические группы, народные депутаты объединялись вокруг того, что химическая галузь практически стоит на коленах в нашей стране. Что сегодня из Российской Федерации практически идет Миндобрева и за эти деньги, которые получают, в принципе, олигархи российские, финансируется терроризм на сходе страны, в окупованных территориях. Мы требуем сегодня от Кабміну принять правильное решение и заборонить четыре олигархичные группы возить контрабанду Миндобрев в Украину. Украина втратила майже 2 миллиарда долларов. Уявите, сколько можно было сделать за эти деньги в нашей стране. Завод крупнейшего производителя спортивного оборудования с мировым именем в ближайшие два года появится в Украине. Инвестпроект этот реализуют в Виннице и его стоимость 80 миллионов евро. Открытие этого производства – пример успеха реформ Киева, так заявил президент Украины на встрече с Йоханом Ильашем, руководителем спортивной компании, бывшим спецпредставителем британского премьера. По словам топ-менеджера, выбрали Украину, поскольку здесь хорошие условия для выпуска продукции. Петр Порошенко поблагодарил гостя за такую оценку украинских реформ. Я думаю, это уникальная возможность, которая появилась у нас после вступления в силу соглашения о свободной торговле с ЕС. Безвизового режима с более чем 117 странами мира, прогресс которого мы достигли в направлении инвестиционного климата, включая автоматическое погашение НДС, электронный учет налогоплательщиков, ограничения на проверки правоохранительных органов, касается любого бизнеса, в том числе и иностранного. Я считаю, что Украина предлагает лучшие возможности для конкурентоспособного выпуска продукции в этой части мира. Даже лучше, чем в Китае. Лично я очень впечатлен. Мне нравится, что вы инвестируете в сектор обороны 5-7% ВВП. Это гарантирует политическую стабильность. Поразительно, как вы решаете ситуацию с Россией. Договоренности, которых вы достигли с ЕС, это очень хорошо. Когда диплом гарантируют работу. Одесская юридическая академия выпустила молодых специалистов. Особенность этого вуза в том, что практически все его воспитанники уже трудоустроены. Как им это удается, разбирались наши корреспонденты. Юристы, адвокаты, прокуроры, политологи, социологи. Чтобы освоить эти специальности, молодые люди упорно трудились 6 лет и сегодня примеряют магистрские мантии. В Национальном университете Одесская юридическая академия выпуск. Екатерина Столяр приехала учиться из Черкасс. Теперь возвращается домой не просто с дипломом в кармане. Проходя практику еще на пятом курсе, мне предложили место работы в Главном территориальном управлении юстиции Черкасской области. Особенность нашего университета состоит в том, что все выпускники не могут быть стопроцентно уверены в том, что они будут трудоустроены в будущем. Дипломы магистрам выручает лично президент университета народный депутат Сергей Кивалов. Уверяет, если не 100, то 90% выпускников, покидая стены академии, действительно обеспечены работой. И подчеркивает, ВУЗ принципиально принимает такое количество абитуриентов, которое сможет трудоустроить. Меня иногда спрашивают, а как вам удается трудоустроить выпускников? А мы заключаем договора с многими центральными органами власти, допустим, пенсионным фондом. И с Министерством юстиции, и с Генеральной прокуратурой, и Министерством внутренних дел. Мы это делаем, потому что нужны сегодня всем хорошие специалисты. И если они конкурируют в этом направлении, значит они будут востребованы. Если они получают хорошие знания, значит они будут трудоустроены. Магистрами сегодня стали полторы тысячи парней и девушек. Причем большинство из разных областей Украины. От Тернополя, Львова до Херсона и Харькова. Поздравить выпускников пришли преподаватели и гости. Вот те специалисты, которые выпускаются сегодня, при всех разговорах о том, что вроде юристов в Украине много, это именно те люди, которые действительно, я уверен, могут сделать качество украинской юриспруденции, украинского права выше. И не хочется пожелать им профессионального успеха, личного успеха. И я уверен, что если будет успех у этих молодых ребят, будет успех и Украина. Групповое фото на память вместе с президентом Сергеем Киваловым и магистры отправляются применять полученные знания на практике. А университет уже готовится принимать новобранцев, выпускников школ, которые решат поступать в Одесскую юридическую академию. Константин Редин, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал Интер Одесса. Это все новости на сегодня. Веселой вам пятницы и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok